всем привет ну что-то хочется просто очень вкусное на ужин приготовить мы решили приготовить сегодня котлеты по-киевски действительно считается что котлеты по киевски это верх кулинарное искусство на самом деле они готовятся очень просто и на самом деле они очень вкусные и всегда хочется смотрите какие продукты нам для этого понадобятся смотрите мы взяли куриное филе мы его хорошо вымыли и И самое главное, мы дали ему просохнуть, чтобы оно у вас было полностью сухое. Взяли куриные яйца, взяли лимон, взяли укроп, вы можете взять петрушку, какую зелень мне пожелаете. Взяли муку, панировочные сухари, хорошее сливочное масло, подсолнечное масло, соль, перец, это мы будем доволять по вкусу. Все самое главное, свежее и все очень вкусное. Сначала мы будем нарезать зелень. Зелень обязательно старайтесь брать свежую. Как я еще раз сказал, можно взять петрушку с укропом, можно просто укроп взять. Смотрите, мы сложили сливочное масло в удобную для нас посуду. Масло у нас подтаяло, мы его высунули с холодильника, оно стояло где-то 2 часа, чтобы оно стало помягче. Мелко накрубленную зелень мы выкладываем в масло, но это еще не все. Надо еще добавить немного лимона сока и выдавливаем сверху лимон. Теперь это все нужно размешать хорошо до однородной массы. Мы хорошо перемешали масло с зеленью, вот такая вот смесь у нас получилась однородная. Теперь мы размотали пищевую пленку и будем масло выкладывать примерно по 30 грамм. Вот такие вот будем делать лепешечки. Самое главное, в котлетах по-киевски масло должно быть очень мерзлое. Теперь мы будем его замораживать. Мы его немного примнем, сделаем как бы такие колбаски. Вот такие вот колбаски у нас получились и теперь мы отправляем на 1 час в морозилку, чтобы они очень хорошо замерзли. Так, смотрите, мы взяли свежее куриное филе. Теперь будем его разрезать и покажу, что мы для этого делаем. Видите, в каждом курином филе есть такой маленький кусочек. Грубо говоря, это повторение куриного филе. То есть, это как бы маленькая копия. Мы ее отрезаем, ничего с ней не делаем, просто откладываем в сторону. С одной стороны филе имеет толстую часть, с другой стороны тонкую. Со стороны, как филе у нас, грубо говоря, идет в курице, мы будем разрезать ее как бы не надвое, а как бы делать такой конвертик. Сейчас все покажу, смотрите. Толстую часть мы надрезали и вот сделали вот такой конвертик, который мы будем отбивать молотком. Зачем мы так сделали? Потому что вот эта часть тоньше, а эта часть толще. Мы должны сделать хороший, классный конверт. Мы будем отбивать филе. Смотрите, мы положили пищевую пленку и положили филе вот той стороной, там где на нем пленочка. положили на низ, а там где мы разрезали, положили сверху. Зачем мы будем это делать? Потому что филе, куриное нежное мясо и нам желательно вот эту пленку оставить цельной. Ее не надо отбивать молотком, достаточно будет просто отбить вот эту верхнюю часть. Заворачиваем в пищевую пленку. Можем ее отбивать молотком, а можем просто взять качалку и хорошо раскатать. Еще раз повторяюсь, мясо очень нежное, поэтому бить не надо очень сильно. Вот так бы, как бы, немножко филе растягиваем. Маленькую часть, которую мы отрезали от куриного филе, тоже нужно хорошо отбить. Перчим, солим, филе по вкусу. Яйца взбиваем, добавляем немного соли. Смотрите, масло у нас уже очень хорошо замерзло, мы его разматываем. Теперь вот этот кусочек, который я говорил, что нам пригодится, вот в него мы и будем заморачивать масло. То есть мы уложим сюда, вот так вот как-то прижимаем. И будем заматывать филе куриное, делать с него котлету. Старайтесь, чтобы не оставался воздух, то есть заматывайте плотно. И формируйте, формируйте вот такую вот котлету. Теперь вот эту котлету будем панировать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите, вот такие котлеты у нас получились, мы их налепили. И можем отправить их в холодильник, чтобы масло внутри не растаяло, более было такое мерзло. И тем временем можем накалить масло. Масло должно хорошо разогреться, чтобы понять, что оно хорошо разогрелось, вы просто можете бросить кусочек панировки, если оно начнет бурлить, значит масло уже готово для готовки котлет. После того, как масло уже полностью хорошо, практически закипело, мы делаем меньше огонь. Нам не надо, чтобы масло было такое, чтобы оно аж сгорело, наши котлеты. И будем выкладывать сюда. И будем обжаривать с обоих сторон до румяной корочки. Видите, если вокруг котлеты кипит, значит вот такое оно должно было быть. И смотрите, не обязательно масло наливать, чтобы оно покрывало котлету. Должна быть хотя бы чуть больше половины. Этого масла будет достаточно. Мы жарим уже пару минут в масле. Теперь переворачиваем, смотрим, что у нас получилось. Главное, не пережарьте. Она не должна у вас гореть. Смотрите, румяненькая, отличная, то, что надо. И теперь 2-3 минутки с этой стороны будем жарить. Так как котлеты у нас получаются толстые, такие большие, они могут внутри не прожариться. Обязательно после того, как вы ее прожарили с обоих сторон в масле, ее нужно обязательно выложить на противень. И мы еще будем в духовочке буквально 5-7 минут, чтобы они у нас просто дошли. Теперь нужно котлеты дотушить в духовке около 10 минут. Котлеты томились 10 минут. В принципе, уже должны быть готовы и должны протушиться. Давайте разрежем, посмотрим, что у нас получилось. Хрустит. Хороший признак. Вытекает масло. Запах пошел великолепный. Масло пошло. Смотрите, масло даже, будем так говорить, не совсем растаяло. То есть, отличные получились. Получились как надо. Сейчас попробуем. Очень вкусные, сочные, хорошие, мягкие котлеты получились. Действительно, котлета по-киевски, это королевская котлета. Приготовьте, по этому рецепту вам понравится. Всем, кому понравились эти невероятно вкусные котлеты, действительно, получается очень вкусно. Приготовьте по этому рецепту. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующих. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok